Новое видео выходит каждый день в 20.00. Как говорил мой дед, долгие предисловия в начале, чтобы растянуть ролик на 10 минут 0,1 секунду, это для пидорасов. Однако, ну это все равно будет лучше, чем у Брулева. Хуяры! Также этот сентябрик хочет добить к лету 23 подписчикам. Подадал гондон. Быстро в машину, дура. Окей, садимся. Потому что у вас же большинство зрителей, как у населения ютубы это нравишь, мой дед. Промокод хэштег луня. А если не хотите, то... Сегодня начинаем с самп.рп. В течение этого дня представители проекта показали несколько скриншотов того, чего следует ожидать в будущем обновлении. На первых трех скриншотах изображена преображенная мэрия. А вот что показано на последнем, можно только гадать. И давайте я посмотрю... Ага, ну по-моему на последнем скриншоте показано... Ну как бы... Ну я не знаю, вот. Я думал, что последний скриншот, я не увидел, что там их четыре. Я перелеснул на третье, я думал... Блять, в общем... Ну вот на четвертом скриншоте что-то абсолютно непонятное. Однако, ладно... Сегодня у нас вышел пост насчет будущей короткометражки от i.f.e. В нем мы отметили, что по неясным причинам авторами было решено показать сражение на Западном фронте, несмотря на то, что видеоролик приурочен к 9 мая. Так вот, я поговорил на эту тему с основателем студии Алексом Измайловым. Как говорит Алекс, такое решение было принято по нескольким причинам. Первое из них заключается в том, что авторы не стремятся показать победу в войне. Они жаждут показать саму войну и ту цену, которую она досталась. 9 мая это не только салюты каждый год и не только праздник, но и утрата многих людей. Библетум, это от меня если что, отмечает Алекс. Вторая причина более приземленная. Создавать советские декорации и установить необходимые для постановки битв в СССР модификации попросту сложно. Не то, чтобы невозможно, а вот ну просто сложно. Ладно, не имеет значения. Также под конец Алекс отметил, что цель ролика не открывать спор о том, какая сторона внесла больший вклад в победу, а просто показать саму войну. Баверли Проджект. Если ты помнишь, то более чем неделю назад Баверли Проджект стартовал, но неудачно, из-за ошибок в моде. Я об этом, кстати, уже рассказывал до этого. Так вот, сегодня команда проекта отчиталась о пределанной работе по отладке мода. По их словам, команда тестеров провела 4 дня на сервере в поисках багов и недостатков мода. А вчера скриптер исправил и доработал мод на основании докладов тестеров. Так когда открытие? Ответ узнаем после стресс-теста, который стартует завтра. То есть, ну, дайджест за 6 мая, получается, стартует завтра, 7 мая, в 19.00 по МСК. Стресс-тест будет проходить ровно 1 час, а прийти сможет любой желающий помочь проекту. Результаты увидим завтра, постараюсь о них сообщить. К сожалению, в дайджесте насчет этого ничего не добавили, а мы от дайджеста никуда не отклоняемся, к сожалению. А GTA Roleplay? 12-го числа GTA RP будут праздновать первый месяц работы, однако команда проекта отчитывается перед своими игроками уже сейчас. Первое, о чем говорится в отчете, так это о проделанной работе. За месяц разработчики доработали мод в техническом плане, что по моему опыту игры на сервере правда. Что до второго, то нам обещают по-настоящему глобальное обновление. Что именно будет в этом обновлении, неизвестно. Есть только расплывчатое обещание создать новые системы, улучшить визуализацию различных окон, изменить функционал фракций и бла-бла-бла. Но мы это слышали уже по миллиарду раз от других, не менее таких, знаете, победоносных проектов, но это не имеет значения. GHV Project. Небольшой анонс. Из догадок в комментариях работа грузчиком. Новая оптовая база, парк прицепов, база транспортной компании или склад для продуктов. Что я тут могу сказать? Шо то хуй, блять, ла-ла, я извиняюсь. Нойре Project или Ной Рай. Да похуй. А тут анонс поинтереснее. На этой неделе представители Нуар планируют показать нам новую систему и маппинг. Возлагаю большие надежды. То есть редактор возлагает большие надежды. Сан-Франциско Хистери. А вот это мне нравится. Это холл бизнес-центра в Сан-Франциско, внутри которого можно заметить окна с выходом на улицу, кафетерий и отдельные комнаты для совещаний. Американ Хистери. Я вот в недавнем выпуске новостей уже рассказывал немного про Американ Хистери, однако ладно. В группе проекта вышла статья, в которой автор говорил о проблемах устаревания ролевой игры. Я почитал статью и увидел только обещание того, что АХ будет глотком свежего воздуха в плане ролевой игры, благодаря экспериментам, на которые готово руководство проекта. Это лишь мое мнение, так что почитайте статью сами. И тут прикреплена статья. Читать ее, разумеется, не буду я, что я дурак, что ли, вот это вот все читать. Ну, в самом деле, мы вообще в каком государстве живем? В светском государстве. Поэтому, ну, читать, ну, это, вы знаете, это удел каких-то вот нищих вот этих вот крепостных крестьян, которые ничего в своей жизни не добились. Да и вообще, они тёлку, блядь, на кукан насаживали, они женское тепло, блядь, чувствовали, а ежи, блядь. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного выпуска новостей, данного дайджеста и так далее. Всем пока.